В прошлом году жертвами нечистых на руку риэлторов стали десятки людей. Только в 106 микрорайоне около 150 новостроек признаны незаконными. Как выяснилось, земля не была отведена под это товарищество. Другая проблема, с которой сталкиваются граждане, это несоответствие границ отведенных для дачных и садоводческих товариществ. Зачастую сталкиваемся с такой ситуацией, когда у нас граждане, по сути, приносят документы, членские книжки на земельные участки, которые не вошли в состав распределяемых на территории ДНТ земельных участок, распределенных. То есть это либо схема застройки, либо это кадастровые сведения, инвентаризационные сведения. Откуда они взялись, эти земельные участки? Либо это земельные участки, которые вышли за границы. Территория СНТ действительно такие случаи были. У нас до сих пор идут судебные процессы. В СМИ тоже освещался вопрос по СНТ «Сибиряк». Другой сложностью при оформлении земли является месторасположение. Если участок находится в месте общего пользования, то есть дороги или инженерного объекта, участок узаконить не удастся. Сейчас под контролем КУИ и правоохранительных органов находится деятельность трех ДНТ. Один из них – преображение, которое в микрорайоне «Энергетик» застолбил более 150 тысяч квадратных метров земли. В настоящее время проводится проверка правоохранительными органами на предмет наличия отводных документов, их законности, на факт поддельности этих документов. Поэтому мы предупреждаем уважаемых жителей города о том, что необходимо быть бдительными и не осуществлять сделок в отношении этого земельного участка. То же самое у нас касается ДНТ «Зеленый плюс» на втором километре с предзаводской трассы, ДНТ «Жилино» на первом километре с предзаводской трассы. Главное и единственное требование к земельному участку – это свидетельство о регистрации права, выданное управлением Росреестр. Все другие документы, дачные билеты и даже кадастровый паспорт не гарантируют вам дальнейшего оформления земли в собственность. Сотрудники КУИ призывают не спешить и обращаться к ним за всеми справками, чтобы потом не попасть в неприятную ситуацию. Сергей Соголов, Булат Бадмаев, Новости дня.